ну что друзья давайте приступим к установке и настройки эмулятора юзу кто не знает эмулятор юзу эмулирует nintendo switch и попытаемся с вами запустить игру марио карт 8 также попробуем запустить онлайн как видим у меня есть две версии с расширением нсз и с расширением nsp юзу у нас читает только расширение nsp если вы вдруг скачали игру с нсз мы видим нсз то вам необходимо будет сначала на пк провести декомпрессию данных файлов формат nsp сделать это можно при помощи программы сак мастер она это делает быстро и легко но делайте это на пк потому что сак мастер хоть и запускается на steam деке но декомпрессию не проводят по крайней мере я не дождался это очень долго проще это сделать но пока и перекинуть файлы уже в расширении nsp также нам понадобятся ключи для юзу и и понадобится фикс для устранения невозможности выбрать мии все это будет лежать по ссылке в описании и в нашем телеграме ну что давайте приступим для начала нам нужно установить сам эмулятор идем в диска вы пишем юзу жмем install отлично программа установилась идем и и открываем ее как видим он нам пишет что ключи отсутствуют жмем ok нажимаем файл open user folder видим здесь папку кис пустую то есть сюда нам нужно будет закинуть наши скаченные ключи поэтому идем в нашу папку папка кис и копируем эти два ключа закрываем файл менеджер закрываем эмулятор и еще раз его открываем как видим ошибки больше нет теперь нам нужно добавить нашу папку с играми кликаем два раза идем туда где у нас лежат игры у меня это sd карта папка install и выбираем mario kart 8 deluxe nsp у вас это может быть просто папка где куча игр мне пока одна игра жмем окей игра у нас появилась теперь нам нужно будет установить апдейт вот он open install хорошо мы обновили игру и надо нам еще установить dlc идем видим dlc open install все хорошо справа мы можем это увидеть что dlc у нас стоит и апдейт у нас стоит теперь давайте попробуем игру запустить кликаем два раза на игру так как в режиме рабочего стола у нас по умолчанию включены настройки контроллера desktop нам нужно включить настройки контроллера game мод зажимаем сверху справа клавишу с тремя линиями и держим об дэк стоп об gamepad отлично теперь у нас работает gamepad и как видим у нас вышла эта ошибка мы ничего здесь не можем выбрать пустой экран что же делать для начала нам нужно остановить эмуляцию жмем файл опять открываем фолдер юзу ищем здесь папку нант вот она и нам нужно заменить вот эти две папочки поэтому идем в мою папку микро sd install папка бис заходим и просто выделяем копии и переносим сюда паст естественно с заменой все мы все заменили закрываем закрываем юзу и заходим в приложение еще раз пробуем запустить обязательно смотрите чтобы у вас был включен вулкан как видим снизу слева написано вулкан то есть он включен все хорошо жмем а и как видим мы можем выбирать изображение я выберу это пожалуй давайте сначала попробуем синглплеер давайте такую такую пусть будет марио не забывайте что клавиши здесь поменяны поэтому выбор идет на б а не на а все хорошо контроллер у нас работает лагов пока я никаких не вижу но тут надо конечно немножко разобраться с управлением ну все отлично теперь давайте попробуем зайти в онлайн для этого конечно мы сначала останавливаем эмуляцию первым делом идем конфигурации система можно выбрать русский язык регион европа пусть будет кей давайте перри загрузим язык у нас естественно не поменялся это бывает но да бог с ним нам это не нужно идем в систему network и выбираем ваш интерфейс на пк здесь будет либо проводной либо беспроводной жмем окей идем еще раз на всякий случай проверю все включено больше нам здесь трогать особо ничего не нужно теперь идем и пробуем создать комнату идем еще раз настройки еще раз переходим в конфигурации система профили и нам ну нужно здесь поменять имя пишем иначе вы потом запутаетесь окей делать это все тогда когда вы ничего не эмулируйте окей идем проверяем все у нас хорошо теперь давайте состадим свою комнату идем мультиплеер create room пишем название комнаты ваше имя поставим паспорт 21 и нажимаем как видим он нам написал что он не может создать публичную комнату только скрытую и куда перейти он также написал что нам нужно поменять настройки эмуляшен конфигурации веб отлично закрываем идем эмуляшен конфигурации веб нам нужно добавить токен чтобы это сделать нам необходимо войти на цитра эму точка орг мы должны здесь обязательно зарегистрироваться создаем аккаунт отлично и теперь нам пришел наш токен как видим да копируем его вставляем верифицируем все у нас здесь появилась зелененький кружочек с галочкой что мы все сделали правильно жмем окей закрываем браузер идем опять мультиплеер create room у меня здесь все тоже самое и нажимаем создать отлично все мы создали теперь я попробую с пк запуститься и зайти в эту комнату я могу сказать что на пк все действия точно такие же ну что я попробовал запуститься с пк и к сожалению ничего у меня не получилось а почему а все дело в том что при создании комнаты необходимо создавать приватную комнату то есть создаем create room и он лист и создаем комнату теперь чтобы с другого пк либо steam дека подключиться к этой комнате вам необходимо знать айпишник хоста то есть если я создал эту комнату у меня есть определенный свой айпишник который можно посмотреть либо зайдя в настройки роутера либо прописать командной строке айпи конфиг я свой айпишник знаю поэтому попробую с пк теперь подключиться комнате которая создана на деке то есть жмем на пк либо на деке жмем мультиплеер и direct connect to room либо прямое подключение комнате вбиваем сюда нужный айпишник и как видим я подключился с компьютера к steam деку лучше всего конечно перед тем как делать комнату ну либо после того как вы создали комнату зайти в настройки роутера своего обычно это через браузер в поисковике пишем 192 168 0 1 либо 168 1 1 заходим в настройки вашего роутера и идем на стройке сети lan и смотрим список клиентов который подключен в данный момент к вашей сети то есть если вы создаете комнату на steam деке у вас в числе клиентов будет steam дек где будет написанного mac адрес и назначенный айпи адрес если это у вас пк то у вас в списке клиентов будет написан десктоп там и какой-то номер короче ваш компьютер также назначенные mac адрес и назначенный айпи адрес то есть мы видим что мы подключились оба и можем теперь спокойно играть я вот сейчас допустим возьму с компьютера напишу какое-нибудь сообщение чат отлично все работает так что теперь вы можете спокойно играть в онлайн по крайней мере в марио карт точно на этом все думаю встретимся в онлайне